Здравствуйте, дорогие друзья! Новая недельная глава Бешалах. И вы знаете, основное там это рассечение моря, выход на свободу, война с Амалеком. Но вот все это происходило с нашими предками. Слава Богу, у нас нет пока таких испытаний, тоже хватает своего. Но вот я хочу маленькую притчу рассказать. Мне кто очень сильно заболел, и его необходимо было оперировать. Операцию делали за границей, лучшие специалисты. И Бог помог, все прошло благополучно, этот человек выздоровел. И несмотря на большие расходы, нервотрепку, переживания, он был счастливый. И вернувшись домой, он устроил в ресторане благодарственную трапезу, собрал друзей всех, близких родственников, хороший стол, и благодарил Всевышнего за милость и так далее. Двое друзей его сидели за столом и беседовали между собой. И вот он говорит, посмотри, сколько ему стоило денег, здоровья, нервов, пока он выздоровел. И как он счастлив сегодня, что благодарит Бога за это. Подумай сам, вот как же мы должны все признательны быть Всевышнему? Какой благодарственный ужин мы должны каждый день делать, чтобы... Ведь мы не заболели. Ведь мы не болели. Нам не надо было пройти то, что он прошел. Так и при выходе из Египта. Мы многие вещи... Да, у нас сложное время, но мы многое не проходили. Ну, вот я два слова еще тоже расскажу историю. Один из факторов, который влияет на наше служение небесам и наших детей в том числе, это осмысленный взгляд на чудеса, которые Всевышний творит с нами ежедневно. Каждый день, на каждом жизненном шаге он все... с нами чудеса. Рассказывал Раби Ашервайз. Он удивительное наблюдение. Он написал, что однажды был на пасхальном вечере. На цедре, значит. И еврейский мальчик из одной религиозной семьи слушал рассказ отца, там, обычный, который, как, сколько его чудо у моря, суф. И, так сказать, все, 50 всяких там радостей было. И 50 казней было. Все рассказывал это. И мальчик вдруг говорит к рассказчику, почему мы относимся к разделению моря как чудо. Ведь создание моря мы не воспринимаем как чудо. Тогда почему мы удивляемся тому, что кто-то сказал, что море разделилось, и вот теперь... Почему мы считаем это чудо? А еще и в 50 раз увеличиваем. Мудрый отец, он не стушевался от такого глубокого вопроса. И сказал мальчику притчу, суть которой находился ответ. Один великий скульптор сделал лошадь, изваял лошадь, потрясающее творение, вложил в нее все умения, профессионализм. Невероятное произведение. Просто не отличить. Поставь рядом с живой лошадью, отличить невозможно. Он поставил ее на центральной площади, там много извозчиков было, получилось на славу, все, лошадь была как живая. И никто не мог отличить. И вот на эту же лошадку, которую он поместил в центре, никто не обращал внимания. Он думал, что начнутся восхищения, комплименты, аплодисменты. Ничего. И он в отчаянии скульптур обратился к вопросам к первому встрече. Он сказал, смотри, почему никто, и ты в том числе, не восхищаешься лошадью, которая вот так вот выглядит, как живая. Неужели это великолепное создание не заслуживает похвалы? И прохожий ему говорит. Он был мудрый человек оказался. Он говорит, действительно, твоя лошадь выглядит, как живая. Поэтому ей никто не удивляется. А что удивительного в лошадь? Раздели ее пополам. Одну часть поставь возле другой. И зрелище такой лошади, вылепленной так искусно, правдоподобно, и разделенной надвое, привлечет внимание огромного количества людей. Из притча о лошади, рассказанной отцом смышленному сыну, делает Раф Вайс вывод, что если бы мы удостоились оценить величие моря, созданного Всевышним, величие дня, которое сегодня происходит, вот все вокруг, которое мы видим, солнце и так далее, чтобы мы не воспринимали это как обыденность, и для нас это было восхищение, то не понадобилось бы Создателю разделять море надвое. Он привлек внимание людей к чуду, потому что мы не видим ежедневного чуда. И так будет перед приходом Машеха. Написано, земля наполнится знанием о Творце. И станет очевидна картина его управления миром. Отпадет необходимость не только в чудесах, подобных разделению моря. Вопроса не будет, ни одного вопроса не будет. Люди поймут, почему вот так было, так и так. А до этого нам надо пытаться восхищаться всем, что мы видим. Начиная с себя, что у нас там встали утром, мы радуемся, восхищаемся. Посмотрел на солнце, восхищаемся. Вот это наша главная работа, это главное, чему учили людей при выходе из Египта. Брахавы от слоха всего самого-самого лучшего. Продолжение следует...